Впечатления, надежды и гордость. Кубань встретила Олимпийский огонь. Ученики 51-й школы посетили музей боевой славы в авиаучилище. В храме истории вместе с ними побывали и Мариана Хладрян и Денис Перец. Филателисты получили долгожданный подарок. Краснодарская почта выпустила марки Олимпийского гашения. В эфире Олимпийские новости Краснодара. В студии Андрей Уральский. Здравствуйте. Олимпийский огонь практически прошагал по всей России. На автомобилях, самолетах, поездах, на русской тройке, оленье упряжке, кораблях, как морских, так и космических. Сочинская эстафета самая масштабная в истории Олимпийских игр добралась до Краснодара. Такого нашествия театральная площадь, наверное, не знала никогда, даже в новогодний праздник. Уже в 7 часов вечера на площади яблоку негде было упасть. Тот, кто говорит, что она вмещает 5000 человек, сильно заблуждается. Сегодня рекорд побит многократно. Заполнены даже переносные клумбы и ряды продолжают уплотняться. На главной сцене города преимущественно зимний репертуар. Танцующие елочки, песни про метелицу и для самых маленьких зарядка от снеговика. Самых стойких поклонников Олимпийского движения приветствовал глава Краевого центра Владимир Явланов. Мы действительно очень многое сделали при подготовке к этим Олимпийским играм. И эти неполные 8 лет подготовки очень многое сделали не только в Сочи, где город Краснодар принял активное участие. И около за все это время подготовки более нескольких тысяч человек и строили в городе, и наводили там порядок, и сегодня там находятся. И, конечно, мы хотим, чтобы эти Олимпийские игры были самыми лучшими за все предшествующие времена. И сегодня мы, краснодарцы, приняли Олимпийский огонь. Какая гордость у каждого из нас за нашу Родину, за наш Краснодарский край. Ведь все сделано для того, чтобы Олимпиада прошла именно у нас, в России. Владимир Явланов и Вера Галушко призвали всех болеть за российскую сборную, в составе которой 12 кубанских спортсменов. Под всеобщие аплодисменты появилась Ирина Караваева. Стройная, подтянутая и улыбающаяся олимпийская чемпионка завершила краснодарский этап эстафеты. Вместе с губернатором Кубани Александром Ткачевым они зажгли чашу Олимпийского огня. Олимпийский огонь И мы гордимся то, что на Олимпиаде 12 наших спортсменов, кубанцев будут защищать, отстаивать интересы, достоинства нашей страны. Олимпийский проект стал для нашего края трамплином. Мы сделали мощный рывок вперед и ни в коем случае не будем сворачивать с пути. Потому что мы сегодня часть великой олимпийской истории нашей страны. С праздником! Кстати, сама чаша, в которой зажгли огонь, после церемонии останется в Краснодаре. Она будет передана в музей. Зрителями финального этапа стали 10 тысяч человек. Мы простояли здесь с 8 часов, не с 8, даже раньше подошли, где-то в 19 часов. Видели олимпийский огонь, даже мы-то ребенок выставим. Очень рады, что увидели своими глазами. Сегодня увидел олимпийский огонь, хотя простоял здесь с 7 часов вечером. Немного подмерз, но все равно бодрое настроение. Желаем удачи нашим олимпийцам. Побольше золота на играх. Без золота не возвращаться. Участниками сочинской эстафеты стали 14 тысяч человек. По улицам Краснодара его пронесли 345 факелоносцев. Их не оставляли ни на минуту так называемые хранители огня, которые во всем им помогали, подсказывали и зажигали пламя из специальной лампады. Кстати, если миссия факелоносцев уже закончилась, то хранители еще должны доставить огонь в Олимпийскую столицу. Финал эстафеты транслировался в прямых эфирах местных каналов. А финал Олимпийской эстафеты в прямом эфире увидит весь мир. Огонь Олимпийских зимних игр 2014 года зажгут через два дня в Сочи. Эстафету главного символа зимних игр Краснодар принял утром. Первый краснодарский факел зажгли возле торгового центра Озмол. В 9 часов утра там его уже ждали несколько сотен человек. И вместе с ними наш специальный корреспондент Наталья Ястребова. На улице минус 12, но краснодарцы готовы устроить теплый прием. К этому времени Олимпийский факел уже преодолел больше 60 тысяч километров. На этом пути его несли на руках, везли на поездах и самолетах. Он побывал на космическом корабле и атомном ледоколе. Его погружали на дно озера Байкал и поднимали на вершину горы Эльбрус. И вот, наконец, символ Белой Олимпиады встречает Краснодар. А вместе с ним станица Динская, Республика Адыгея, Горячий ключ и даже Ставрополье. Прикоснуться к историческому событию тысячи желающих. Некоторым для этого пришлось встать в 5 часов утра. От счастья сопричастности одним не спалось, другим не сиделось на месте. Ай, не спалось. Очень хотелось быть здесь. Вовремя, в назначенное время. С хорошим настроением. У нас и так отличное настроение, потому что приближается одно из главных событий в нашей стране Олимпиады. Мы увидим Олимпийский огонь, не каждому в жизни это дается. Мы очень рады. Мы специально приехали встретить. Россия, вперед! Только к победе! Спортивный настрой взрослых разделили юные приверженцы здорового образа жизни. Ни домашнее задание, ни синяк под глазом не смогли сегодня удержать дома 8-летнего спортсмена-каратиста. Олимпийский огонь я хотел увидеть много уже лет. И я пропустил из-за этого школу и пошел туда. Я сидел вперед. Не менее представительная компания еще до рассвета собралась на мосту через реку Кубань в Усть-Лабинском районе. С хлебом с солью встречал Олимпийское пламя кубанский казачий хор. Зрители держали на готове флажки и повыше поднимали шарфики. А вот олимпийский чемпион Эдуард Кокшаров, который первым пронес факел по родной кубанской земле, Мороза не почувствовал от волнения. Никогда не думал, что буду переживать больше, чем на Олимпиаде, когда сам выступал. Действительно, это огромная честь, огромное счастье пронести Олимпийский огонь, быть первым номером, то есть принести этот огонь на свою родину, на Кубань. Пока из Усть-Лабинского района автобус с Олимпийским огнем держал путь в Краснодар, возле Узмола подмерзшую публику разогревали артисты. Под патриотические песни на сцене взмывали воздух то олимпийские кольца, то языки импровизированного пламени. Зрители охотно подтанцовывали, а первый краснодарский факелоносец готовился к старту. Мэр города Владимир Явланов подчеркнул историческую ценность момента. Впервые в краевую столицу прибывает Олимпийский огонь. Буквально через, даже меньше, чем через три дня в городе Сочи откроются Олимпийские игры. А сегодня факел Олимпийский пройдет по улицам нашего города. 48 километров улиц города, по которым пробегут 345 факелоносцев. Давайте пожелаем Олимпийскому огню доброго пути, а нашей сборной российской команде красивых побед на Олимпиаде. Олимпийский огонь прибыл в сопровождении хранителей в специальной лампаде. С помощью лучины от нее разожгли факел, который затем пронесли по памятным местам города. На каждом этапе его чествовали как дорогого гостя. Среди 300 факелоносцев – спортсмены, ученые, врачи, артисты и общественные деятели. Первому в краевом центре «Олимпийский огонь» доверили председателю Совета ректоров вузов Краснодарского края Республики Адыгея Владимиру Лобанову. И мы провожаем «Олимпийский огонь» бурными алмазиями! Перед забегом Владимир Лобанов признался, что переполнен чувством гордости за свой край. Ректор технологического университета пробежал 174 метра и, кажется, не устал вовсе. Сказывается здоровый образ жизни и многолетнее увлечение баскетболом. Так что студенты своим наставникам могут тоже гордиться. Большая честь в честь 26 вузов России представлять нас на Олимпиаде. С праздником! Добра, здоровья, благополучия, великих побед во благо нашей России и Кубани! С праздником! Наталья Ястребова, Денис Перец и Светлана Светличная, телекомпания «Краснодар». Еще задолго до появления факелоносцев улицу Ставропольскую наполнили краснодарцы, которые пришли сфотографироваться на фоне зерноуборочного комбайна. На нем «Олимпийский огонь» отправился по назначенному пути. Факелоносец, доктор сельскохозяйственных наук Людмила Беспалова, приняла эстафету на этом участке в 11.15. В сопровождении двух тракторов комбайн провез факелоносца около полутора километров. Затем пламя передали в руки директора компании «Клаас», почетного консула Германии в Краснодаре, Ральфа Бендиша. Параллельно колонне двигались и горожане. Еще несколько минут забега, и факел уже в руках следующего факелоносца. Огонь здесь потушили, а внутри дальше горит. Я передам это своему коллективу, своей команде. Олимпиада, Россия! Бурными эмоциями встречали факелоносца на территории стадиона «Кубань». Этому участку повезло вдвойне, поэтому маршруту эстафета «Олимпийского огня» прошла дважды с интервалом в 60 минут. Мы очень рады, мы встретились сегодня. Рады, что у нас в Краснодаре вот такое событие. Мы дожили до такого. Русские спортсмены, мы за вас болеем! Большие вперед! Большие вперед! Здесь же встречали самую юную участницу забега, 14-летнюю Яну Орешкину. Ее появление вызвало оживление зрителей. Они фотографировались с Яной и брали у нее автографы. Фото с символом зимних Олимпийских игр и участников эстафеты теперь появится в альбомах многих краснодарцев. Олимпийский огонь в Краснодаре сегодня сопровождал не только немецкий комбайн, но и немецкий журналист, руководитель спортивной редакции в Мюнхене Вернер Раби. Он приехал из Германии специально, чтобы принять участие в пронесении Олимпийского огня. Кстати, в этой церемонии Раби принимает участие уже в 19-й раз. В Краснодаре журналист пронес факел с Олимпийским огнем в свой день рождения и поделился впечатлениями. Я немного успела увидеть, но погода хорошая, есть снег, что очень важно для этого времени. А утром было просто невероятно холодно. Я завтра выезжаю в Сочи и возглавляю Олимпийский телевизионный комитет. Меня интересуют все вопросы, касающиеся не только спорта, но и социальной жизни, политики и всего остального. Олимпийский огонь путешествует по столице региона без перерывов. За его перемещением наблюдают тысячи людей. Для того, чтобы эстафета прибыла вовремя на очередной этап, фекелоносцы особо не разменивались на фото. Пару снимков и встречали главный символ Олимпиады. На одном из участков огонь принял знаменитый путешественник Константин Мержуев. Не так давно он вернулся из экспедиции «Огненный пояс земли», поэтому Олимпийский огонь Мержуев пронес с особой гордостью. Стометровую дистанцию по улице Селезнева преодолела и пресс-секретарь губернатора Кубани Анна Менькова. В медиаотрасли она с 1999 года начинала в качестве корреспондента ГТРК «Кубань». В 2006-м стала первым заместителем директора телерадиокомпании «НТК», в 2011-м пресс-секретарем главы региона. Второй круг эстафеты Олимпийского огня стартовал в 4 часа дня. Огонь пронесли снова по улицам Горячей Ключевской, Бородинской, Мачуге, Ставропольской, но уже с участием других известных людей. На пресечении Мачуге и Гнатова факел зажег Александр Москаленко. Олимпийские чемпионы – пятикратный победитель мировых турниров по прыжкам на батуте. Впечатления огромные, колоссальные, потому что выступить на эстафете Олимпийского огня, в очередной раз прикоснуться к олимпизму и видеть в глазах людей вот ту радость неподдельную и интересную. Финальный забег прошел на улице Красной. Около сквера имени Жукова эстафету принял министр МЧС России Владимир Пучков. После пробежки до улицы Гимназической он поделился своими впечатлениями об эстафете Олимпийского огня и своем участии в этой церемонии. Вся моя команда МЧС России с воодушевлением восприняли участие мое в этом действии. Мы энергично работали по выполнению всех задач, которые возложены на нас. И, конечно, сегодня все мы очень рады. Краснодарцы сегодня не только своими глазами увидели легендарных кубанских спортсменов-факелоносцев, но и наблюдали за тем, как эстафету сопровождали конные казаки. Своими впечатлениями готова поделиться Ирина Фомина. Зрители в ожидании. И вот за поворотом показался долгожданный олимпийский автобус с факелоносцами. И уже через несколько минут еще одна юная участница эстафеты Анна Тимофеева заняла позицию огненного старта. Ровно три минуты на то, чтобы дать интервью. Переживала, волновалась, но в своих силах и спортивной подготовке не сомневалась ни на минуту. Он очень тяжелый, но я думаю, что я его донесу. С честью и достоинством, да. Дистанция пройдена. Беспокоить Анну Тимофееву мы уже не стали. И без нас теперь у нее достаточно поклонников. Участницу окружили олимпийские фанаты, друзья и близкие. Вообще было круто. Очень круто. Нам понравилось. Супер. У-у-у-у! Удивительно, что передвигаясь по различным точкам движения эстафеты, можно встретить одни и те же лица людей. Они не перестают приходить сюда, чтобы встретить своего факелоносца, сфотографироваться с ним, получить заветный автограф. И вот сейчас за моей спиной очередной факелоносец уже через несколько секунд будет здесь. Все как один ждут самого титулованного кубанского олимпийца, трехкратного олимпийского чемпиона, гандболиста Андрея Лаврова. И вот он, тот самый момент, когда овации заглушают звуки музыки. Первым, к кому подходит спортсмен, родители Андрея, которые, как и все здесь сегодня, гордятся своим сыном-факелоносцем. В моей карьере все было. Полный олимпийский комплект не хватало факела. Теперь он и есть. Я счастливый человек. Россия! 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 Мы очень рады. Были очень рады видеть такого прославленного спортсмена, который на расстоянии вытянутой руки от нас. Преисполнены эмоциями. Ура! На финишной прямой по улице Красной олимпийскую эстафету сопровождал казачий иконный эскорт. Всех тех, кто хотел своими глазами увидеть олимпийский огонь, не остановили ни мороз, ни ветер. Приближение пламени не давало краснодарцам замерзнуть. Я здесь с трех часов дня. Я приехала из поселка Ильского. И я очень счастлива, что побывала на эстафете олимпийского огня. Ура! Ура! Россия! Вперед! Мы гордимся! Кубань! Краснодар! Кубань! Краснодар! Кубань! Краснодар! Чувство гордости, потому что олимпиада проходит не где-то там, далеко. Олимпиада в Гровые приблизилась так близко. Это мировое событие. Это событие происходит у нас в России. Оно происходит у нас на Кубани, в Сочи. Оно происходит у нас в Краснодаре, на улице Красной. А вот так согреваются, а заодно и встречают олимпийский огонь возле здания концертного зала Кубанского казачьего хора. Отсюда главный символ предстоящей олимпиады отправился на театральную площадь. Ирина Фомина, Андрей Вискушенко, Юрий Клочинов. Телекомпания «Краснодар». Честь пронести олимпийский огонь по краснодарским улицам выпал и спортсменам-параолимпийцам. На очередном этапе эстафету главного символа сочинских соревнований принял Владимир Кривуля. Перед стартом бронзовый призер паралимпийских игр в Лондоне нашел время пообщаться со зрителями. Не было отбоя и от желающих сфотографироваться со знаменитым спортсменом. Владимир признался, узнав, что понесет факел, был очень взволнован. Волнения вообще абсолютно нет никакого. Есть только радость, счастье, что наконец-то сбылась какая-то заветная мечта. И вижу вот всех людей, которые здесь поддерживают, и просто радость. На протяжении всей дистанции спортсмена приветствовали зрители. Поздравления не стихали ни на минуту. В честь прибытия эстафеты Олимпийского огня в Краснодарском почтамте состоялось торжественное гашение памятного почтового блока. Он выпущен тиражом 120 тысяч экземпляров. На его полях изображена карта Российской Федерации, факел эстафеты, образы Московского Кремля и морского вокзала в Сочи. На почтовой марке эмблемы эстафеты Олимпийского огня. Особую ценность представляет художественный штемпель. В рамках филателлистической программы, приуроченной к зимним играм 2014, в почтовое обращение поступят 8 почтовых блоков, 50 почтовых марок, 2 конверта с оригинальной маркой, а также более 50 маркированных конвертов и карточек. Стала добрая традиция в Почте России проводить сопровождение памятных дат одним из уникальных мероприятий. Это гашение специально выпущенных марок совместно с партнером из Датцентр Марка. Гашение этих марок таким же уникальным спецштемпелем. Жизнь этого штемпеля всего один день, потому как используется он только в этот день и только с той датой, которая на нем нанесена. Этот штемпель тоже имеет уникальную составляющую. При спецгашении на марочке появляется снежинка, которая для каждого города уникальна. Повторений таких снежинок на спецгашении нет и не будет. В торжественной церемонии памятного гашения приняли участие заслуженный мастер спорта по стрельбе из лука, чемпион паралимпийских игр в Лондоне Орек Олег Шестаков и председатель Олимпийского совета, первая олимпийская чемпионка в прыжках на батуте Ирина Караваева. Уже с уверенностью можно сказать, что предстоящие игры оставят яркий след в истории как российской, так и мировой филателии. Я очень благодарна, что меня пригласили сегодня сюда, на эту торжественную церемонию, в этот торжественный момент, ведь именно с главпочтампа. И сегодня Олимпиада, точнее эстафета Олимпийского огня пойдет во все уголки мира. Ведь сегодня уже отосланы первые открытки, первые письма. И многие люди в мире получат известие о Олимпиаде. Вы смотрите вечерние новости Краснодар сегодня. Далее речь пойдет вот о чем. Они сражались за Родину и, дал Бог, вернулись живыми. Похвалимся нашими ветеранами рубрики «Большой город». Ожившая история для тех, кто болеет небом. Урок патриотизма для школьников прошел в Музее авиации. Синоптики прогнозируют погодные изменения в ближайшие дни. А вот какие, узнаем через несколько минут. Спонсор прогноза погоды – строительная компания «Строэлектросевка» в монтаже. Квартиры под ключ от надежной фирмы по доступной цене. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканала «Краснодар плюс» прогноз погоды. Студия Никита Рудой. Еще раз поздравляю всех с Олимпийским праздником. Погода сегодня целый день радовала нас случайами зимнего солнца, подбадривая фагелоносцев и всех зрителей. Ну а какой будет погода в ближайшие дни в других районах края – расскажу прямо сейчас. В горячем ключе, Тимурюке и Крымске завтра небо затянет облаками. А в четверг синоптики и вовсе прогнозируют выпадение снега. Днем в этих районах не выше 1 градуса тепла, ночью – до минус 10. В Тимашевске, Тихорецке и Ейске с завтрашнего дня погода, к сожалению, также начнет портиться. 6 февраля ожидаются осадки в виде снега, а днем в этих районах воздух прогреется до 4 градусов мороза, ночью – заморозки – до минус 18. Но зато уже в пятницу синоптики обещают вновь ясное небо. Так что особо расстраиваться не стоит, солнце скроется ненадолго. А вот жителям Кропоткина, Армавира и Лобинска повезло немного меньше. В ближайшие дни небо над этими городами будет во власти туч. Снег здесь также возможен вот только в пятницу. Днем в этих районах не теплее 2 градусов мороза, ночью – столбики термометров опустятся до отметки в минус 17 градусов. Новые квартиры в жилом комплексе «Восток». Выбор, которым вы будете гордиться. Перспективный район, доступная цена, надежный застройщик. Строй электросевка, монтаж. Мы строим ваше счастливое будущее уже сейчас. Звоните 992-0545. Краснодар готовится встретить день освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. День 12 февраля 1943 года стал переломным в ходе войны на территории края. Ежегодно в память об этом в краевой столице проводят месяц оборонно-массовой и патриотической работы. В 2014-м запланированы встречи школьников с ветеранами, спортивные эстафеты и экскурсии в музеи. Одним из первых в свои двери открыл музей авиационного летного училища. Там собраны редчайшие экспонаты еще дореволюционной авиации. Увидели их ученики 51-й школы и Марьяна Халатрян. В семье десятиклассницы Полины Шашковой никогда не было военных. Но она, по всей видимости, планирует первой вступить на новое поприще. Девушка намерена поступить в летное училище по направлению офицер боевого управления. Это, другими словами, диспетчер самолетов. Идея появилась у Полины на экскурсии в музее боевой славы, который находится в авиационном училище. Я считаю, что это благородная профессия. И у меня есть еще год, чтобы определиться на 100%. По моему мнению, офицер боевого управления должен обладать храбростью, ответственностью и ориентироваться в сложных ситуациях. Офицер боевого управления профессия преимущественно женская, объясняют преподаватели авиаучилища. Юноши за монитор садятся неохотно. Им бы штурмовать небо. И потому большинство выбирают стезю военного летчика. К слову, Краснодарское авиационное училище на сегодняшний день единственное в России, где воспитывают действующих военных летчиков тактической авиации. Этот фактор, вероятно, имеет не последнее влияние на выбор профессии школьниками. О том, как стать курсантом столь престижного учебного заведения, детям объясняют в финале экскурсии. Группу учеников ведут по трем экспозиционным залам. Один посвящен героям Великой Отечественной войны, другой – покорителям космоса. А в третьем хранятся экспонаты из профессионального архива бывших курсантов. Через наш музей проходят сотни, а то и тысячи ребят с нашего города, с края, ну и даже с других уголков России приезжают. У нас тут собраны экспонаты, начиная с довоенных времен, Великой Отечественной войны, экспонаты награды, непосредственно летное снаряжение времен войны, непосредственно вещи фронтовиков. Непосредственно у нас собраны тут уникальные подарки иностранных государств. То есть это мы стараемся донести ребятам. Вот сейчас я рассказывал ребятам, смотрю, у них немножко глаза горят. Сейчас глаза горят, а завтра эти юноши и девушки, посетители музея боевой славы, пополняют ряды военных и, возможно, таким образом станут частью большой истории. Летное авиационное училище в этом году отмечает свое 75-летие. Во время Великой Отечественной войны это был стратегически важный объект, который готовил профессиональных летчиков и стремителей. Сегодня в училище работают три факультета. Базовой летной подготовки, боевого управления авиацией и управления воздушным движением и факультет иностранных военнослужащих. Посещение музея к боевой славе школьниками – заслуга атамана районного казачьего общества. Впереди казаки запланировали много интересного. Музеи посетят классы казачьей направленности абсолютно всех школ города. В 20-х числах февраля казаки проведут спортивные состязания между юными защитниками Отечества. 23 февраля оборонно-массовый месячник завершится грандиозным концертом. Марьяна Халатрян, Денис Перец, телекомпания «Краснодар». Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы набирает обороты в нашем большом городе. О последних событиях расскажет моя коллега Евгения Коломейцева. Здравствуйте. Виртуальную экскурсию для старшеклассников 3-й Краснодарской гимназии провели сотрудники детской библиотеки имени Виталия Бакалдина. Гимназистам показали документальные фильмы о Великой Отечественной войне, зачитали письма фронтовиков, рассказали о Сталинградской битве, о защитниках и блокадниках Ленинграда. По словам школьников, больше всего им запомнилась история Тани Савичевой, девочки, которая, умирая в блокадном Ленинграде, вела хронику событий на страницах своего дневника. Председатель первичного отделения защитников и блокадников Ленинграда Центрального округа Лизия Тимофеевна Хемелянина провела урок мужества для первых классов гимназии номер 36. А в музее пятой школы учащиеся педагоги встретились с бывшей узницей концентрационного лагеря Фаина Михайловна Косыгиной и жительницей блокадного Ленинграда Розалией Хачатуровной Безуглой. Кроме того, об освобождении Краснодара и Кубани им рассказал участник тех событий Дмитрий Никитович Шлыков. Участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке Иван Андреевич Фарин отметил 95-й день рождения. В армии он был призван сразу после школы, служил на афгано-иранской границе, защищал рубежи нашей большой родины на военно-стратегических объектах в составе Молховского и Карельских фронтов с 1941 и по 1979 годы. После переезда в Краснодар Иван Андреевич продолжил службу в МВД, ушел на пенсию в звании полковника, имея общий стаж 55 лет, из которых 40 лет отдал службе в рядах вооруженных сил. Активисты и общественники Прикубанского округа в эти дни чествуют участников Сталинградской битвы. Так, например, встреча за чашкой чаю состоялась с Елизаветой Линичной-Людвиг. Ветеран Великой Отечественной вспоминала, как, будучи выпускницей Краснодарского битвинситута, оказалась под Сталинградом в октябре 1942-го и как проводила операции круглые сутки, пока, говорит, ноги держали. А Хазриет Лакович Саброка прошел через все пекло Сталинграда с апреля 1942-го по февраль 1943-го. Награжден двумя орденами – Великой Отечественной войны второй степени и за оборону Сталинграда, а также 18 медалями, среди которых за оборону Кавказа и за отвагу. По окончании войны Хазриет Лакович восстанавливал разрушенную столицу Кубани и затем вернулся к своей любимой гражданской профессии – мебельщика. О происшествиях в Краснодаре за прошедшие сутки расскажет Саида Шагужева. Экстрасенсу грозит 10 лет тюрьмы за коррекцию судьбы. Женщина из Ростова-на-Дону чистила не только карму, но и кошельки клиентов. Псевдо-целительница брала деньги якобы за избавление от болезней, решение личных проблем и прочих неприятностей. На таких доверчивых гражданах она заработала больше 6 миллионов рублей. Известно о 20 пострадавших от действий псевдо-колдуни в Нижнем Новгороде, однако подобные заявления поступили в полицию Башкирии, Бурятии, Дальнего Востока, Рязани, Москвы, Ставрополя, Новосибирска и Краснодара. 40-летней предполагаемой шарлатанке грозит 10 лет тюрьмы со штрафом в 1 миллион рублей, если суд докажет ее вину. Виновник резонансного ДТП возле Краснодарского дома книги осужден на 6,5 лет. 24 октября прошлого года нетрезвый, это показала экспертиза, краснодарец значительно превысил скорость и сбил двух пешеходов на красной. ДТП попало в объектив камер наружного наблюдения. На этих кадрах видно, как группа молодых людей переходит улицу Красную, двоих из них на огромной скорости сбивает автомобиль. Под колеса попали 22-летний мужчина и его 19-летняя девушка, переходившие дорогу по пешеходному переходу. Бригады скорой помощи доставили пострадавших в больницу, но жизнь девушки спасти не удалось, она скончалась, не приходя в сознание. Водитель скрылся с места происшествия, но был задержан. Приговором Первомайского районного суда 24-летний автолюбитель признан виновным. В ходе следствия выяснилось, что ранее он был неоднократно судим и не имел водительских прав. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет и 6 месяцев в колонии общего режима. На улице Гаражная легковушка попала под колеса фуры. Водитель иномарки, по всей видимости, хотел подрезать большегруз, вернее проскочить перед ним, поворачивая налево. Такая оплошность стоила водителю двух боковых пассажирских дверей. Впрочем, возможно, ему все возместит страховка. Как бы то ни было, в ситуации разбираются автоинспекторы. А сейчас о других происшествиях на дорогах краевой столицы за минувшие сутки. На Фадеевой и Мачуге иномарка не поделила дорогу с фурой. А легковушку буквально прибило к большегрузу. Видимо, машины зацепились настолько крепко, что несколько метров так и проехали. Причем, иномарка двигалась боком. Вернее, ее толкал грузовик. Причина ДТП – несоблюдение безопасной дистанции. Подробности выясняют правоохранители. На пересечении Фадеева и 1 мая столкнулись две легковушки. Одна из них остановилась, выезжая со второстепенной дороги, чтобы пропустить машины, двигавшиеся по главной. Вторая попросту протаранила остановившийся автомобиль. В ситуации разбираются автоинспекторы. На Дзержинского и Гастелло джип получил удар в задний бампер. Водитель внедорожника довольно резко притормозил из-за затора, образовавшегося на дороге. Водитель попутного автомобиля, двигавшийся следом, видимо, не рассчитал дистанцию. Теперь ему придется раскошелиться на ремонт. На трамвайной Мачуге история повторилась. Легковушка и здесь протаранила джип. Водитель совершил ту же самую ошибку, не успел притормозить перед остановившимся впереди транспортом. Это все происшествия на сегодня. Будьте внимательны на дорогах. Всего доброго и до встречи. Краснодарский край стал вторым по вводу жилья в России в 2013 году. Такие выводы сделал Росстат. Лидирует Московская область. В ушедшем году на Кубани было введено в эксплуатацию почти 4 миллиона квадратных метров жилья. Это больше, чем в самой Москве. Российская столица занимает третье место в рейтинге. Какова ситуация на финансовых рынках, расскажет наш эксперт Денис Салихуддинов. Рад всех приветствовать, уважаемые дамы и господа. Понедельник оказался прибыльным для тех, кто воспользовался моей вчерашней рекомендацией и заработал на падении британского фунта по отношению к американскому доллару на отрицательных данных из Великобритании. Движение составило 50 пунктов, что дало прибыль нашим инвесторам в размере 500 долларов. Ночью, тем, кто не спал, удалось поймать движение на росте австралийского доллара по отношению к американскому, которое составило более 150 пунктов, на котором трейдеры смогли заработать около 1000 долларов. Причина такого импульса – это решение по базовым процентным ставкам. Сегодня важная статистика из еврозоны. Прогнозируется увеличение индекса цен производителей. Этот индекс показывает изменения цен на товары, приобретенные и проданные производителями. Если прогноз оправдается, то мы можем ждать положительную динамику евро по отношению к основным валютам. Вторая половина дня может порадовать владельцев американских долларов. Выходят положительные данные о запасах нефти из США. В случае оправдания прогноза, рост американской валюты продолжится по отношению к основным активам. Тем, кому не удается заниматься торговлей в рабочее время, финансовые рынки позволяют заработать на движении валют круглосуточно. Этой ночью прогнозируется выход положительных данных по безработице в Новой Зеландии. При оправдании прогноза, рост новозеландского доллара по отношению к американскому может превысить 100 пунктов, что в свою очередь сулит потенциальной прибылью в 1000 долларов. Если вы хотите узнать подробнее, как сохранить и приумножить свой капитал на колебании курсов валют, акции драгоценных металлов, ждем всех желающих в офисе компании, где наши специалисты окажут вам квалифицированную помощь. И хотелось бы напомнить вам о прохождении уникальной акции в компании Телетрейд. Мы продолжаем дарить всем желающим бесплатное обучение. Что необходимо сделать? Всего лишь позвонить по телефону 278-04-00. Получайте знания, которые помогут вам зарабатывать уже сейчас. На этом у меня все. С вами был Денис Ольхудинов. И помните, деньги не спят. О том, какая погода ожидается на дальнейшем маршруте Олимпийского огня, узнаем из второй части традиционного прогноза. Продолжаем знакомиться с погодой на ближайшие три дня в нашем крае. В Новороссийске, Гленджике и Анапе завтра еще будет солнечно, но уже в четверг облачность доберется и до этих районов. В завершении рабочей недели выпадет снег. В дневные часы здесь 0 градусов, ночью до минус 8. Вот кому уж точно повезло с погодой, так это жителям Туапсе и Сочи. Здесь все три дня будут солнечными и достаточно теплыми. Днем воздух прогреется до 10 градусов тепла, ночью не ниже 6 со знаком плюс. Ну а в Краснодаре погода тоже решила немного обновить снежный покров на наших улицах. Завтра пасмурно и без осадков, а вот в четверг выпадет снег. Днем в краевой столице 3 градуса мороза, в ночные часы до минус 19. Так что оставляйте на ночь открытыми форточки даже самым холодолюбивым жителям нашего города не советую. На этом все. Всем желаю прекрасного завершения дня и с оптимизмом воспринимать все происходящее вокруг. Будьте здоровы! Вспомним основные события уходящего дня. Краснодар принял эстафету главного символа зимних игр. В 9 часов утра у торгового центра «Узмол» его ждали несколько сотен человек. Замерзающую публику разогревали артисты. Под патриотические песни на сцене взмывали воздух то олимпийские кольца, то языки импровизированного пламени. Олимпийский огонь прибыл в сопровождении хранителей в специальной лампаде. С помощью лучины от нее разожгли факел, который затем пронесли по памятным местам города. Среди 300 факелоносцев – спортсмены, ученые, врачи, артисты и общественные деятели. Первому в краевом центре «Олимпийский огонь» доверили председателю Совета ректоров вузов Краснодарского края и Республики Адыгея Владимиру Лобанову. В честь прибытии эстафеты «Олимпийского огня» в Краснодарском почтамте состоялось торжественное гашение памятного почтового блока. Он выпущен тиражом в 120 тысяч экземпляров. На его полях изображена карта Российской Федерации, факел эстафеты, образы Московского Кремля и морского вокзала в Сочи. На почтовой марке – эмблемы эстафеты «Олимпийского огня». Особую ценность представляет художественный штемпель. В рамках филателлистической программы, приуроченной к зимним играм 2014, в почтовое обращение поступят 8 почтовых блоков, 50 почтовых марок, 2 конверта с оригинальной маркой, а также более 50 маркированных конвертов и карточек. Краснодар отметит день освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. 12 февраля 1943 года наступил переломный этап в ходе войны на территории края. Ежегодно в память об этом в краевой столице проводят месяц оборонно-массовой и патриотической работы. В 2014-м запланированы встречи школьников с ветеранами, спортивные эстафеты и экскурсии в музеи. Одним из первых школьникам своей двери открыл музей авиационного летного училища. Ученики 51-й школы побывали в хранилище редчайших экспонатов истории российской авиации. Найти все новости можно на нашем сайте tvkrasnodar.ru. Я с вами прощаюсь и предлагаю еще раз пересмотреть хронику факельного шествия. На этот раз без комментариев. Субтитры создавал DimaTorzok Наш веселый спонсор магазины Дури Маркет. Всем привет! Самое время добавить немного красок в сегодняшний день. Так лучше? С вами снова я, Светлана Моренко. Расскажу о праздниках и событиях, которые просто необходимо отметить именно сегодня. 5 февраля. Итак, 5 февраля было совершено важнейшее открытие. Важнейшее оно для всех путешественников. В этот день, в 1919 году, открылась первая пассажирская авиалиния. Сначала количество пассажиров не превышало одного человека. Затем увеличилось аж до двух. Да и назвать такой полет комфортным явно было просто невозможно. Пассажиры перед посадкой в самолет вынуждены были надевать шлемы, очки, летные комбинезоны и маховые унты, чтобы не замерзнуть. Как же хорошо, что современная пассажирская авиалиния отличается от начальной. Ну а в народном календаре 5 февраля день домашних забот. Называется он Агафий полухлебник. На Руси считалось, что если утром кричит синица, это к сильному морозу. А вот белка, покинувшая гнездо и спустившаяся с дерева, обещала оттепить. Кроме того, считалось, что погода до полудня соответствует первой половине следующей зимы, а после полудня – второй половине. Так, примерный прогноз на будущую зиму вы уже узнали. Список именинников 5 февраля немал. Владимир, Геннадий, Евдокия, Екатерина, Иван, Иосиф, Макар и Федор в эту среду празднуют День Ангелов. Поспешите поздравить их с этим событием. На этом все. Прощаюсь с вами до новой встречи. Предлагаю встретиться в это же время на этом же канале. Пусть каждый ваш день будет настоящим праздником. Лучшие помощники в организации которых – магазины Доримаркет, магазины товаров для праздников и запоминающихся событий. Ищите нас в социальных сетях и скорее присоединяйтесь к нашей группе. До встречи! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА